Мы подводим итоги года. Вчера коллегия Министерства транспорта прошла. Спасибо большое. Вчера большое было событие, связанное с вручением государственных наград. Подводим итоги универсиады. И, конечно же, российские железные дороги выступили здесь инвестором номер один. Те вложения, которые сделаны, при том сделаны за такое короткое время, с высочайшим уровнем качества. Сегодня можно смело говорить, что вся инфраструктура, которая в кратчайшие сроки появилась в Татахстане, здесь, в Казани, железнодорожная инфраструктура, она безусловно мирового уровня. Мы с вами бываем в ряде европейских стран и понимаем, что это не просто красное словцо. Я думаю, что такой инфраструктуре позавидовала бы сегодня любая европейская столица. Смарт-сити, который, кстати, как раз благодаря появлению скоростного поезда из аэропорта в центр Казани, когда за 20 минут можно доехать, обрел совершенно другую перспективу. Практически любой житель будущего смарт-сити у нас, получается, за 10 минут сможет доезжать до международного аэропорта или наоборот из международного аэропорта туда. И, честно скажу, не очень понятна логика. Так как у нас низкая экономика, давайте не будем развивать инфраструктуру. Вот в условиях, когда произошел резкий спад и когда были очень туманные перспективы и механизмы роста подъема экономик американской, американцы проект все сделалось бы совершенно по-другому, да. Мы, несомненно, мероприятие подготовили. И мы с коллегой Раилом Хаматовичем досмотрим круг тех крупных промышленников и предприятий. Некоторые ушли сейчас из сектора круга перевозок. Нажимаем, чтобы не угловно поставить вот эти промышленные отношения, должны вернуть. Несомненно, остается программа и приоритет – это безопасность. Мы с Антонией очень буквально обменялись мнениями. Значит, те два переезда, которые на сегодняшний день мы оборудовали системой видеофиксации, мы берем на себя республику обязательства, что к весеннему объезду, к мае, соответственно, они будут подключены, на этих переездах будет уже видеофиксация работать. Значит, все, что касается всех остальных приоритетных переездов, части безопасности, мы разработаем программу, она, конечно, будет реализована не в один год, но, соответственно, республика ГИБДД берет на себя, мы берем на себя эти обязательства. При вашей поддержке, как мы договаривались, будем, значит, эту программу продвигать. В совместной, такой слаженной работе, потому что мы при нем и в правительстве, в правительстве, в правительстве, в правительстве, в правительстве, положительное решение на строительстве, значит, высокоскоростной регистралии. Отношение с Татарстаном всегда является примером. Даже тот пример, о чем говорил Ленарий Натальевич, о взаимодействии по обеспечению безопасности движения на переездах, ну, как бы, мы ознакомились с нашим опытом работы, допустим, ваших соседей, Чувашии, Удморсии, и там уже сегодня тоже оборудовали совместные, реализовали совместные проекты, и в этом направлении, считай, необходимо продолжать, ибо это главная буря. Там больше всего происшествий на переездах, где на его рядусты населённые, где благополучие и уровень жизни повыше, где больше машин. Поэтому я бы предложил с вашего согласия, Игнат Шевкатович, и третий вопрос включить, продолжить работу, активизировать совместные проекты по безопасности дорожного проезжения. Это тоже принимается, и здесь отдельный какой-то мероприятие, наверное, надо запланировать. Мы сегодня все переезды оборудовали в виде фиксации, но они локальные. Всё то, что мы даём нарушения, там идёт быстрая реакция, и в этом направлении нам надо продолжать работать. Совещание по развитию пассажирских перевозок на сети стран СНГ. Великолепно о российской железной дороге Анатолий Фёдорович Лисун подписывает соглашение между правительством Республики Тарстан и открытым акционерам обществом российской железной дороги о взаимодействии и сотрудничестве сельскохозяйственного транспорта на 2014-2016 годы.